Чудеса Жизнь наша стремительна, друзья мои, и в этом стремительном беге мы часто не обращаем внимания на мелочи. И хочется как-то, знаете, вот что-то такого новенького, может быть, даже заглянуть в грядущее, почему бы не раскинуть картишки и так далее. Но за всем этим кроется опасность, очень большая опасность и серьезная. И когда рассматриваешь эту проблему более детально, то оказывается, что это совсем не мелочи. А почему, мы сейчас с вами узнаем. Отец Андрей, будьте добры, какой опасность таят в себе вот эти, казалось бы, безобидные пассианцы, сеансы спиритизма, раскинуть карты, заглянуть в грядущее. Что здесь плохого? Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Очень хороший вопрос, очень своевременный, потому что человечество во все времена и сегодня, именно когда такой вал информации с интернета, со всего обрушивается на человека, конечно, на эти вопросы нужно с Божьей помощью отвечать. Что хочется сказать? В первую очередь, нужно понять что? Нужно понять то, что, как бы, есть такая богословская наука, ангелология. Она занимается тем, что вычленяет из священного писания, из, как бы, священного предания, то есть писание – это Ветхий Новый Завет. Священное предание – это, так сказать, это духовная наработка церкви, которая была уже более двух тысяч лет, она существует, вычленяет, как бы, сведения об ангелах. Они очень, как бы, непростые, очень, как бы, скажем, в чем-то таинственные, в чем-то неоднозначные, но, как бы, мы что знаем об ангелах? Во-первых, что духов, то есть мы знаем, что, да, почему я так глубоко копаю, потому что без этого непонятны эти все пассианцы, эспиритизмы и, как бы, непонятно существование церкви, то есть, как бы, почему одно конкретное зло однозначно, а церковь – это однозначно конкретное добро, ну, то есть надо это понять, что мы помним, что книга Бытия, Бытие, первая книга Ветхого Завета, первая глава, первый стих, да, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что имеется в виду под небом? Под небом имеется в виду не наше видимое небо, а под небом имеется в виду духовный мир, то есть сотворение ангелов, огромного количества ангелов. Их гораздо больше, чем людей. То есть мы знаем, что, как бы, в очень древнее время, еще до сотворения мира Богом, до сотворения человека, на небе произошла война. То есть самый главный ангел, который ближе всех стоял к Богу, имя ему Деница, то есть утренняя заря, или Люцифер, что в переводе с латыни означает «светоносный», он воевал, как бы восстал на Бога и решил, как бы, стать сам, как Бог. То есть обуяная такая гордыня. И этой гордыней он заразил еще определенное число ангелов. То есть в апокалипсисе это число называется третью. То есть третья часть ангелов. И архангел Михаил воевал с сатаною, и была низвернена третья часть ангелов вместе с ним. То есть как бы это все тоже зафиксировано в Священном Писании в апокалипсисе. И вот в результате этой войны на небе была незринута сатана и дьявол, а эти слова означают противник и клеветник, то есть как бы были незринуты в определенное место, которое, скажем, имеет только бытийную Божью благодать. То есть как бы там есть Божья благодать, но она только в бытийном смысле. Там сугубой Божьей благодати нет. Это место как бы наиболее удалено от Бога. То есть это место было названо Адом. Это место Господь создал специально для падших духов, потому что они уже не выдерживали сияния славы Божества. И с тех пор как бы падшие духи начали действовать в мире. Но каким образом? Таким образом, что все они, их все усилия направлены на то, чтобы погубить человека, то есть погубить нас. Почему именно нас? Да Бога им не достать. Бог сверх их силы. Ангелы святые уже в результате этой войны окончательно утвердились в добре. То есть они уже не могут сдвинуться с точки добра. Остаются люди. Почему им так интересны люди, бесам и сатане? Потому что люди – это икона Божья. То есть каждый человек из нас – это образ и подобие Божье. Был предвечный совет Святой Троицы перед созданием мира. И сам себе Бог принял решение – сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Это тоже зафиксировано в первых главах книги «Бытие». Поэтому к сатане очень интересен человек, потому что человек является образом и подобие Божьим. Ему интересно надругаться над этой иконой. Ему интересно совершить насилие, богоборческий акт над этим образом Божьим, подобием Божьим, в котором есть человек. Поэтому падшие духи и восстают так над человека. Многие ситые отцы, и ситири Гнатия Брянчанина, в частности, они описывали следующим образом духовный мир. Если бы человеку Господь им даровал бы духовное видение, которое было у многих отцов, то они бы увидели, что мы все стоим, словно в улье пчел, как будто вокруг нас огромное количество живых существ, духов. Они роятся вокруг нас, как пчелы, как насекомые. И это святые ангелы, которые нас оберегают, и демоны, которые пытаются столкнуть нас с пути истинного. То есть, как бы ввести нас в ад различными способами. Этих способов масса, огромная масса способов. И вот для того, чтобы человека спасти, когда уже было совершено грехопадение, когда тот же самый сатана толкнул святых правцев Адама и Еву, толкнул на преступление против Бога, на нарушение заповеди, тогда Господь повелел, как бы, ну, сказал, что будет послан Спаситель для того, чтобы спасти человечество. Второе лицо Святой Троицы, Господь Бог и спас наш Иисус Христос, Он должен был воплотиться для того, чтобы спасти человечество. И была им же, самим Богом, создана Церковь, для того, чтобы человек снова открыл путь в небеса, для того, чтобы он снова мог войти в его родину духовную, в духовный мир, в Царствие Небесное и спастись. Вот что такое Церковь. То есть, именно поэтому Церковь – это абсолютное добро. Потому что Церковь – это творчество Божье. Это утверждение, установление Божье для того, чтобы спасти человека. Вот. Сатана же предлагает человеку совершенно различные методы для того, чтобы человека заманить к себе. Все бабки, гадалки, экстрасенсы, колдуны – это все, как бы, абсолютно сатанинские проявления для того, чтобы человека сбить с пути истинного, для того, чтобы, как вот Святые Отцы очень четко и емко выражаются, что, как бы, можно зайти в духовный мир правильно, через храм, через Церковь, а можно зайти в духовный мир с черной стороны, с тыла, как бы, зайти с тыла. И вот это вот всякие экстрасенсы, бабки, гадалки, колдуны – это именно астрология, это все именно и есть. И что означает зайти с тыла? Это означает попасть в лапы к сатане. Это означает, что сатана получает власть над человеком, над конкретно этой душой. Поэтому, в принципе, часто различные родописнования, а мы знаем, что оно есть, если вы, допустим, поедете в Почаев, то вы увидите, как бы, вот это страшное, когда с человеком, я несколько раз видел, это действительно волосы дыбом встают, что, как бы, это есть и это происходит. И дай Боже здоровья, вот, Почаевским иеромонахам, и священникам, которые исповедуют таких людей, которые держат эту оборону, то мы бы увидели, как это страшно. Ну, можно увидеть, как это страшно. И именно объяснования часто приобретают те люди, которые занимаются этими вещами. То есть, занимаются, как бы, экстрасенсорикой, колдовством, ведьмовством и так далее, что дальше. Один, я не буду говорить там на телевидении, кто конкретно, но один экстрасенс попал в Киеве-Печерскую лавру. И вот он, его монахи водили по пещерам, в надежде на то, что он, как бы, покаяться, думается. И вот возле мощей преподобного Несторонне Книжного, в дальних пещерах, ему стало плохо. Ему стало плохо. И его вывели. Ему говорят, батенька, вам надо покреститься, поисповедаться, причаститься. А он говорит, не могу, сила отойдет. То есть, я не могу исповедаться, причаститься, потому что у меня отойдет сила. Священник, вот скажем, священником водительствует ангел, святой ангел, который его ведет. Священник уже является, скажем так, ну, проводником Божьей воли, он является служителем Христовым. И на священнике печать священства, печать благодати Божьей. Бабка, гадалка, экстрасенс, тоже водительствуется духом. Но этот дух уже не святой, этот дух уже не добрый, это дух уже бес, это уже демон, который также, как мы видим в деяниях святых апостолов, когда святой верховный апостол Павел, за ним входила женщина, которая была одержима бесом, духом прорицательства, который уже апостол Павел потом изгнал. То есть бес может иметь власть прорицательства, бес может иметь какую-то власть исцеления, но за эту власть, за это исцеление, за это прорицательство, то есть бес возьмет душу человеческую. То есть он возьмет душу, постепенно человек попадет к нему в сети и душа человеческая окажется в руках врага. Это касается всего, это касается спиртизма, это касается любых оккультных вещей. Потому что человек часто спрашивает, почему батюшка, мы же приезжаем к бабушкам, бабушки ничего плохого не делают, они яичком выводят, у них иконочки в доме, они какие-то заговоры читают с поминовением имен святых, с поминовением имен божьих. Почему это происходит? Это происходит почему? Потому что их задача попрать святыню. Вот вы если заметите, что бабка, колдунья, она никогда не примет некрещенного человека. Очень часто бывает такое, что к батюшке приезжают, люди говорят, батюшка покрестите нас. Он спрашивает, зачем вы, почему вы креститесь, какое ваше это крещение? Они говорят, нам надо ехать к бабке, и бабка сказала, чтобы мы покрестились. Почему покрестились? Потому что человек, который не крещен, сатане этот человек не нужен, потому что этот человек и так как бы не член церкви, для него Царствие Небесное закрыто пока, по крайней мере. А человек, который крещен, сатане надругаться над таинством крещения, надругаться над святыми иконами, это уже для него очень важное, как бы очень сладостное действие. Здесь надо знать, что человек, который занимается или подпадает под эти вещи, оккультные всякие, магию, колдовство, спиритические сеансы, он имеет опасность получить болезнь беснования. Имеет опасность того, что к этому человеку может приложиться бес, и этот бес его будет потом мучить очень долгое время. То есть вместо желаемого исцеления, вместо желаемого результата каких-то земных, материальных благ, которые часто пытаются получить люди, или здоровье, которые обращаются к этим людям, они получат и нанесут огромный урон своей душе. И станут не сосудом Духа Святого, которым есть каждый православный христианин, но сосудом совсем иного Духа, который нанесет и будет мучить душу страшно. Страшно. Поэтому здесь мы всегда должны иметь выбор и не вестись на какие-то яркие, цветные, магические рекламы, скажем, духовные рекламы. Нужно знать, что вот несколько тысячелетий церковь стояла, стоит и будет стоять. И это единственный путь в небеса. Единственный путь благодати Божьей. Редактор субтитров А.Семкин